В День Народного Единства Святейший Патриарх принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику предводителей народного оплачения Кузьме Минину Дмитрию Пожарскому. А по ее окончании президент Российской Федерации Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл совместно посетили выставку в Центральном выставочном зале Манеж. Предстоятелю Русской Церкви и глава Российского Государства осмотрели стенды выставки, посвященные истории Древней Руси. Рассказывает Галина Ледвина. Предстоятели Русской Православной Церкви в здании выставочного зала встречали дети из епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Они подарили Святейшему Патриарху подарок и тоже получили ответные дары. Каждый год вы начинаете выставку «Русь православная». Помогай вам Бог хранить веру православную в украинской земле и единство нашей Церкви. Спасибо, Господи. Перед тем, как открыть выставку, Святейший Патриарх молился учтимого образа преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей. Икона была доставлена из троицы Сергиевой Лавры и является главной святыней выставки. Затем предстоятель Русской Церкви обратился с кратким словом к собравшимся. В этом году выставка посвящена Рюриковичам, первой династии, которая сплотила Русь, которая сделала все для того, чтобы разрозненные и феодально раздробленные русские княжества объединились в одно мощное государство, чтобы отразили иноземные набеги. И сегодня наша молитва о том, чтобы преодолевалась ненавистная рознь мира сего, чтобы сохранялось духовное единство Святой Руси. Святейший Патриарх осмотрел выставку. Его сопровождали митрополит Куртицкий и Коломенский ювеналии, члены Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, главы религиозных общин России, послы славянских государств, представители мэрии Москвы. Пояснение давали ответственный секретарь Патриаршего Совета по культуре Архимандрит Тихон и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории церкви Исторического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Кузенков. Присходит чудесная верность. Народы северо-западной Руси собираются и призывают правду. И причем очень важное условие было поставлено по правде. То есть вот с самого начала русской государственности возникает вот этот фундаментальный принцип. В основе государства должна лежать правда. Судите по правде. Владимир Тинамбе и судите по правде. Здесь принципиально важно, что, конечно, крещение, по большому счету, вот большое такое крупное крещение, было, конечно, в Крыму. Там крестился и князь Владимир, и вся его дружина. А потом в многих водах русских рек, и в Днепре, и в озере Неро, и так далее, и так далее. Вот у всех этих, да, Волхове крестился, ну, конечно, в первую очередь Днепре как столица. Но что здесь интересно, князь Владимир, этот ярый язычник, у него было только два языка. Язык войны, язык прошло вращения жен. И он на этих двух языках разговаривает с азантийскими. Для того, чтобы креститься, он объявляет войну византийцам, потому что он не начал разговаривать с ним. И требует у императора еще одну жену, и на всякий случай царицу. Выставка «Православная Русь. Моя история Рюриковичи» посвящена основным вехам в истории Древней Руси, ключевым этапам ее становления. 18 мультимедийных залов общей площадью 4000 квадратных метров. Подробно расскажет об истории Руси, ее взлетах и падениях на протяжении семи столетий. Выставка «Форум» стала одним из центральных мероприятий празднования Дня народного единства в России. Она организована Московской патриархией и правительством Москвы при поддержке администрации президента Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Открытого акционерного общества «Роснефть» фонда святителя Василия Великого.